это мой правый глаз тёма здесь ключи там надо разбивать стекло всем здорова только вчера приехал с большого путешествия скажите всем привет сейчас поедем вот эту старуху мыть потому что всю зиму она не видела ничего моющего на себе можете убедиться в этом это же есть друзья я согласен но сейчас мы все исправим а после этого еду начинать собирать документы для американской визы все отдали машинку ждем чудо даже такую грязную машину отмыть возможно ниже голову наклоняем к фото на американскую визу столько требований надеюсь они все правильно сделают а это наш дом строится раз два три 4 5 6 до 7 начали просто 7 утра у нас во дворе вчера какая-то сумбурная обстановка была я даже не сказал не дату не особо что вы смотрите это новый видеоблог сегодня 14 марта вторник а вчера было 13 соответственно понедельник я снимаю новый видеоблог потому что думаю будет что показать хотя он и затянется на много дней в частности вы видели что я готовлюсь лететь в нью-йорк и собираю для этого документы сейчас друзья будет не очень интересная вставочка начну с продолжения того на чем оборвался этот видеоблог я собственно сегодня подавался на визу в сша и это не причина моей грусти потому что мне сразу же опробовали визу и вообще как оказалось подаваться на визу штаты легче чем куда-либо вообще ты приходишь фактически там надо иметь с собой только паспорт больше тебя ничего не требует и подтверждение о заполненной онлайн анкете ну и соответственно подтверждение твоей брони что ты должен прийти в посольство все потом ты приходишь ты можно брать кучу документов я собственно так и сделал там свидетельство о рождении всех детей свидетельство о браке то есть все это можно брать для того чтобы подтвердить свою укорененность в украине но фактически меня спросили только с какой целью я еду и цель была на презентацию samsung у меня было приглашение это единственное что они смотрели все больше ни одного документа кроме паспорта не смотрели и собственно мне сразу же на месте как и всем кому дают положительный результат сразу говорят ваша виза опровнута вам паспорт привезут через три дня курьерской службы это не плохо это действительно очень круто я еще не получил правда паспорт но скорее все там будет на 10 лет виза даже если она будет только на ивент я все равно буду доволен потому что виза в сша была значит в следующий раз легче дадут но всем дают на 10 лет груз началась когда я выходил из посольства у меня началась в глазах какая-то фигня происходить как будто меня что-то сильно заслепило как будто я на сварку смотрел долго и в двух глазах начались какие-то такие темы как мерцать крутиться я не знаю я пока доехал до офиса на машине оно разрасталось и в офисе я уже телефон не видел когда на него смотрел то есть у меня просто будто водопад в глазах был что-то текло сильно и меня это напугало тем что в 2012 году у меня случилась ишемия и в результате чего это мой левый глаз это мой правый глаз то есть как видите доброе так треть а то и половина даже почти глаза у меня не видит зрение именно из-за того что центральная часть видит она не упала но тем не менее это уже сегодняшние снимки то есть это омертвевшая часть которая там спустя пять лет вот такой и остается в начале когда фотографировали в 2012 году это все дело это выглядело вот так то есть был отек большой и суть в чем печальная моя история ну конечно то что само с глазом только произошло это само по себе печально и я боялся чтобы вот это не повторилось сейчас причем сразу на двух глазах потому что наверное это моя единственная фобия теперь в жизни потерять зрение печаль случилось еще в 2012 году потому что это не смогли вовремя диагностировать не смогли назначить правильное лечение там что-то мне кололи что-то короче происходило но в итоге вот теперь видим что видим с глазом мне такая фигня осталась сейчас и чтобы избежать от появления такого когда только случилось я сразу поднял всех с ног на голову начали искать куда поскоро можно в больничку отправиться и тут начался цирк друзья у меня зрение начало отходить это ну как бы сразу меня чуть порадовало потому что как бы тогда она застыла и все лучше уже не становилось сейчас начало проходить но как бы я понял что просто так это не происходит надо срочно эти проверяться может быть что-то и диагностируют и смогут там предупредить повторение этого и мы начали звонить по клиникам сначала в клинику глаза микрохирургию глаза которые государственные мы начали ездить там причем приезжаем я попросил отца чтобы он меня повозил потому что я плохо видел и он с работы сорвался приехал мы приходили конкретно говорили что два часа назад пропало зрение то есть так и было я не видел и надо посрочно по скорой пустить в двух больницах сказали скоро нет бабушек дедушек куча все естественно у всех проблемы ну как бы я никого не буду обвинять обсуждать но просто когда ты к врачам приходишь и говоришь нам по скорой это очень срочно пропало зрения всем пофиг ладно мы начинаем значит искать какую-то клинику посерьезней и звоним в александрийскую клинику которая принимает по скорой и там я звонил раз пять никто трубку тупо не берет то есть я не смог просто дозвониться а находится она в центре города в городе были пробки сильные потому что дождь со снегом и мы не рискнули просто так наобум туда ехать трубку никто не взял начали звонить я уже думаю все надо короче тратить эти деньги возможно чтобы не провтыкать надо звонить в частной клинике мы позвонили в эксимер потому что ее посоветовали и это как бы узконаправленная клиника на что там взяли трубку я начинаю рассказывать про свои проблемы меня перебивает девушка говорит мы вам не сможем помочь и сама в эксимере говорит звоните туда-то и туда-то и одна из клиник куда звоните она говорит медиком я запомнил просто но да сколько же абсурдно то есть они рекламируют себя они на как узконаправленная по глазу клиника и ты им звонишь говоришь вот такая вот траблы они говорят мы вас не примем я потом узнал почему они не принимают таких потому что когда я сказал что это вот такая тема была то есть ишемия раньше она сразу поняла но это сосудистая это не операция не операция а им важно катаракту исправить глоукома кайму в общем вот эти все фигни которые операбельны всем важно бабла за операцию срубить насколько это отстойно друзья и надо понимать что я сейчас рассказал достаточно вкратце это все но когда это происходило это длилось на протяжении часов двух то есть часа два я просто потерял каждую минуту если бы у меня зрение не восстановилась то есть каждую минуту оставалось бы все меньше вероятности что я его вообще восстановлю пытаясь продолбиться хоть куда-то и единственное место где меня приняли это задержка часа в четыре это была клиника медиком там меня приняли за тысячу гривен сделали диагностику и на том спасибо очень приятно к сама клиника я пришел туда там все чистенько гардеробу людей немного то есть видно что лечатся или по страховкам или ну как бы задорого лечатся и там меня очень вежливо врач прадиагностировал ты приходишь и тебе не хочется оттуда уходить тут уже как бы хэппи энд что в этот раз он посмотрел говорит ну скорее всего это или нервное или еще что то то есть возможно давление скакануло и с глазом вообще ничего не должно было произойти то есть говорит никаких предпосылок на повторение нет он посмотрел старые снимки сам сделал все обследование говорит никаких предпосылок нет можно физическую нагрузку это еще и третье десятое но я же говорю что хорошо что так закончилось если было как в прошлый раз то это было бы наверно самая большая печаль в жизни и главное что никто блин в этой стране помочь тебе не может то есть ты не можешь по срочному куда-то обратиться чтобы тебя срочно починили чтобы тебе полотали тупо такого нет ладно я все время о плохом да о плохом как живем мы но посмотрите мы живем в хрущевке вроде бы какой кому дело до двора а его начали реконструировать потому что изначально дворы не создавались для парковок несколько дней назад его полностью разворотили и обещают это значит что что-то хорошее среди всего что мы видим происходит и надо это замечать про это надо говорить я радуюсь каждой мелочи на самом деле я не такой вот критичный что у нас все плохо там все хорошо надо начинать с чего-то маленького но вот и реконструкция двора это даже не скажу что сильно маленькая потому что это позаботились о людях которые переселяются в эти дома потому что мы понимаем старое поколение все-таки отходит я сегодня смотрю что в таких пятиэтажных ручек а живет все больше молодых семей естественно у каждого есть автомобиль практически оставлять его негде и круто когда город заботиться об этих людях 25 марта суббота мы решили провести день вдвоем детей сплавили родителям и первым делом поехали за моим паспортом мне дали американскую визу на 10 лет тут мой паспорт короче вот здесь вот виза на 10 лет я не знаю можно показывать или нельзя может я конспиролог большой вернее боюсь все этой конспирологии заберут у меня еще потом визу скажут вот засветил сегодня целый день гуляем фоткаем и хаваем но хавать будем один раз наверно все-таки квартиру выплачиваем но гулять и фоткать бы максов здесь никогда не было так какой-то французский квартал жилой комплекс вот это все реалии наших новостроев очень комфортно для жилья и для прогулок локация ты идешь и ищешь как бы тебя по тротуару пройтись потому что весь тротуар заставлен причем подозреваю что подземный паркинг здесь есть вернее я уверен что он здесь есть но просто жалко лучше купить машину подороже но сэкономить на паркинге ну ладно даже если там нет паркинга но фишка в чем ну или он не работает еще новый дом буквально через стену через дом проходишь вот совершенно свободный паркинг совершенно свободная парковка все себе за это ты вышел машины твои нет и тебе надо потратить до хрена много денег и времени чтобы вернуть никто бы так не делал а так ну блин тут же надо по ступенькам потом подняться к подъезду самое попсовое место в мире но я здесь никогда не фоткал поэтому решил я сюда прийти потому что здесь просто симметрия так между зданием костел и там какой-то отельчик holiday вам конечно может казаться что на улице очень жарко потому что солнце ну там офигеть холодный ветер и учитывая то что я уже стал голодным мы решили сесть в машину открыть сайт ping pong там делают реально вкусную еду потому что мы когда-то это исследовали и чтобы не ошибиться заказать доставочку офис просто сегодня делаю стрим на канал в офисе забыл наушники для стрима и мне туда в любом случае придется ехать мы решили совместить приятное с полезным потому что у ping pongа нет я не знаю к сожалению или к счастью какого-то ресторана и они только доставкой занимаются поэтому надо какое-то место куда заказать чтобы похавать в субботу и воскресенье скидка 30 процентов я тупо даже не знаю что заказать короче я решил выбирать по массе потому что я понимаю что можно заказать очень вкусно и поменьше но я голодный больше чем гурма вот правильно будет так сказать поэтому я выбрал сет с выходом 880 грамм называется сет окинава и я не знаю вкусно не вкусно и после того как мы выгрузили видео сравнения суши мафия и просто суши мне написали что кстати в пинг-понге делают офигенные суши и сегодня это исследует ты можешь быстрее голодный ну быстрее ну думаю быстрее ну капец есть стекаю слюной блин ну женщина не томи не блин ну что заново начну я хочу открыть посреди что в каждой суше находится и 4 5 6 что ты делаешь что восхваление божества странного посчитали они что на четверых это надо но мы не такие мы на двоих раз отошим если твои мне понравится больше то они вдруг превратятся в мои ого это мои в общем здесь по одному моего каждого ну я вам так скажу чисто по внешнему виду я еще не пробовал но я решил все-таки сказать вам мнение если сравнивать то что мы недавно заказывали и вот это то это намного красивее посмотрите на начинку на форму на размер это тупо и выглядит аппетитно и запаковано красиво и я очень доволен на самом деле это какая-то стружка она пахнет черностями это офигенно вкусно друзья вы просто посмотрите на этот ролл он реально огромный и более того нереально вкусный мне как бы не звучало но в рот не залазил сет окинава и сет магура на 497 гривен на двоих это дохрена много я таких наверное вкусных суши но в доставке точно еще не ел вот что осталось практически целый сет еще дети будут рады мы типа планировали дальше ехать фоткать но я чувствую что мне так хорошо я сейчас буду просто отдыхать эй все пошли идем а чё ты рыпаешься встать к чему ты держишь не поломала хорошее что-то происходит тоже причем всегда и я уже сказал что на это тоже надо обратить внимание у нас двор сегодня асфальтируют уже а вот в лесу возле офиса поставили офигенные турники ладно это же подойду я должен это показать Должен показать, потому что эти турники сделаны не для галочки, знаете, о, мы поставили турнички, типа, голосуйте за нас. Не во время какой-то предвыборной кампании. Просто поставили очень прикольно выглядящие и качественные, ну, по крайней мере, выглядят качественно турнички. Сразу минус, но я всегда буду про это говорить. То, что они делают напольное покрытие, это очень надо. И, возможно, его еще сделают. Ну, смотрите, здесь есть кольца, здесь есть брусья разной высоты и, надеюсь, что... Нет, ширина одинаковая. Здесь есть турники, причем для параллельного хвата вот такого, вот такого. Это не для этого, Анюточка. А, и канат. Короче, за это тупо респект. Шикарный день. Кучу фоточек сделал, визу забрал. А теперь еще приехал домой, а здесь новый асфальт. Парковочка, аж туда далеко, теперь всем будет места хватать. Только постелили, еще даже не пускают никого. У нас, кстати, еще после дождя постоянно океан был возле подъезда нашего, прям выйти нереально было. Сейчас будет все окей. А это мои кроссовочки Сакони. Ну, вернее, Сакони и Innovate, но в основном Сакони. В этих я уже, правда, не бегаю, уже свое отбегали. В них только на стадион ходить. Вот это мои любимые райды. Их обзор есть на канале. Километров 400 в них пробежал. Это Innovate, в них километров 30 пробежал, буду по говну бегать. Это Сакони для снега, это Сакони для лета, очень легенькие и инновационные все себя. А это для моей стопы как раз. То есть, это идеально подходящие мне гайд 10. Ни разу еще не бегал. Не терпелось, короче, их протестить, но суши дают свое. 4 километра и я сдох. Начинаю велосезон и первым делом подцепил детское кресло. Сейчас Остин первый раз будет кататься. Хочешь покататься? Да. Не боишься? Накатались? Да. Остин, понравилось? Да. Пойдем домой? Замерз? Да. Может, скажи пару слов про кресло? Зачем? Скажи, что ты его купил. Я его купил. Еще первому сыну. Первому сыну купил. Это кресло я купил первому сыну, жена просит сказать. Нет, просто с детьми классно кататься куда-то. С детьми классно кататься. Ой, ясно. Приехал в офис, а тут экшен. Хорошо сразу пошло. Тема здесь, машина здесь, ключи там. Варианты. Чувак, а ты в эту щель не залезешь? Ну, просуни руку. Надо разбивать стекло. А тебе не страшно, чувак, вот так деньги оставлять в машине? Могут же стекло разбить. Давай я подержу, да? Так я отломаю. Да что я отломаю? Ну что, когда я что, ломал? Я же не Иванов. Вот так, оп. Да ты сделал самозатягивающийся каткуль? Да, ну-ка, если чё. А чё главное отвечает ляпота? О-о-о-о, ну так. Есть! Капец, чувак! Офигеть! Да я не так сильно выебал, чувак. Долго я писал этот видеоблог, но не хотел я его заканчивать по одной простой причине. Я показал, как начал чиниться двор. Хотел показать, как этот процесс закончится. Мы сегодня буквально договорились, сегодня суббота, 8 апреля. Выйти и с жильцами расчертить парковку. Но, тем не менее, мы вышли, был дождь, естественно, чертить ничего не получилось бы. Но мы хотя бы решили попробовать то, что мы там напланировали. И нормально ли будут проезжать машины. Оказалось, что не нормально. Поэтому мы заново начали на плане чертить. И потом все-таки пришли к нормальному формату. Но город уже будет для нас это все дело красить, мы договорились. Где-то, получается, машины там метр восемьдесят. И до центра, между ними, между ними, центр на дноте. Если тебе понравился видеоблог и такой формат тебе продолжает приносить удовольствие, поставь ему палец вверх, не поленись. Если ты здесь первый раз, подпишись на канал. А если ты уже давно подписан, то нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Всем пока!